Опыт применения робототехники уже существует давно, в основном и в приборостроении, и в машиностроении, и в той же самой атомной энергетике. Но роботы применяются для типовых монотонных задач, например, резка трубопроводов, сварка трубопроводов, допустим, перемещение крупногабаритных грузов. И я думаю, что в будущем, может быть, роботы будут использоваться для снижения дозовых нагрузок персонала при выводе эксплуатации АЭС, для дезактивации оборудования, для обращения с отработавшим ядерным топливом. Но если мы будем говорить про эксплуатацию атомной станции, это сложный процесс. Работает более 100 человек в смену. Они выполняют различные задачи, и в том числе ядерно опасные работы. Управляют энергоблоком, управляют в том числе ядерным реактором, турбиной, производят переключения в технологических схемах. Поэтому здесь очень большой объем работы. В том числе здесь нужно понимать, что персонал работает в команде. Это сплоченная команда, которая даже при возникновении нештатных ситуаций может помогать друг другу. И применение роботов здесь не получит широкое применение, потому что это практически робот должен быть как человек. Ну, на сегодняшний момент у нас уже существуют современные автоматизированные системы управления технологическими процессами. Но человек от этого не отклоняется. Он контролирует постоянно вот эти все технологические процессы для того, чтобы не было сбоев в работе атомной станции. То есть любая программная или механическая ошибка может привести к ядерной или радиационной аварии на станции. Поэтому человек не может быть отстранен от этой работы и он даже при применении роботов будет активно участвовать и управлять этими роботами.